Беседа 19.215. Матфея 6.1. Смотрите, не творите милостяне вашей пред людьми. Наконец, Спаситель изгоняет самую пагубную страсть – тщеславие. Это неистовство и бешенство, с которым одержимы бывают даже люди добродетельные. Сначала он ничего не говорил об этой страсти, потому что излишне было бы неубедив наперед исполнять должного, учить тому, как надо бы исполнять и доходить до совершенства. Но когда он уже научил благочестие, тогда истребляет и ту язву, которая неприметным образом заражает его. Болезнь эта действительно не вдруг зарождается. Но тогда, когда мы исполним уже многое исповеленного нам, и так нужно было прежде насадить добродетель, а потом уничтожать страсть, повреждающую плод ее. Чем же начинает Спаситель свою беседу? Словом о посте, молитве и милостыне. Потому что тщеславие преимущественно присоединяется к этим добродетелям. Так, например, постом возгордился фарисей, когда говорил «пощуюсь два раза в неделю, даю десятину изымения». И в самой молитве искал он суетной славы, творя ее напоказ. Когда уже не было никого другого, то он старался выказать себя перед мытарем. «Я не такой, как прочие человеки», — говорил он. Или как этот, мытарь. Теперь посмотри, как начинает Спаситель слово свое. Он как будто хочет говорить о каком-то звере, весьма хитром и страшном, который может внезапно схватить, не совсем осторожного. «Итак, смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Так и Павел говорил филиппистам «берегитесь псов». Зверь этот подходит тайно, и все доброе внутрь нас находящееся тихо развивает и нечувствительно уносит. Итак, после того, как Христос предложил довольно пространное слово о милостыне, представив примеры Бога, сияющего солнца свое на злых и благих, и всячески побуждая слушателей к этой добродетели, убедил их к щедрому подаянию. Он исторгает, наконец, и все то, что может вредить этой доброй маслине. И потому, говорит, когда творите милостыни вашей, то не творите перед человеками, так как милостыня, о которой прежде было сказано, есть милостыня Божия. И сказал, не творите напоказ перед человеками, чтобы они вас видели. Последние слова, по-видимому, означают то же, что и первое. Но если кто тщательно рассмотрит, то увидит, что последние слова означают нечто другое и заключают в себе великую предусмотрительность, неизреченную попечительность и предохранение. В самом деле. И пред людьми делающий добро может делать не для того, чтобы его видели, а равно как и не делающий перед людьми может делать с тем, чтобы его видели. Вот почему Бог наказывает или увенчивает не самое дело наше, но намерение. Если бы не было сделано такого точного разделения, то настоящая заповедь многих привела бы в недоумение касательно раздаяния милостыни. Потому что и не везде всем можно тайно творить милостыню. Поэтому, освобождая тебя от такой необходимости, спаситель назначает наказание или награду не за совершение дела, но за намерение творящего. Чтобы ты не сказал, что пользуй мне, если увидит другой. Христос говорит тебе, я не того требую. Но мысли твои и образа действования. Он желает исправить душу и освободить ее от всякой болезни. И так, запретив творить милостыню для тщеславия и показав вред, происходящий от этого, счету и бесполезность такой милостыни, он опять возбуждает мысли своих слушателей воспоминанием об Отце и небе, чтобы не ограничиться одним только указанием на вред, но вразумляет и напоминает об Отце своем. Чтобы вам, говорит, быть перед Отцом Небесным, иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. Впрочем, и здесь не остановился, но идет еще дальше, внушая и другим образом величайшее отвращение от суетной славы. Подобно тому, как выше он указал на мытаря язычников, чтобы качеством лица посрамить подражателей их. Так и здесь упоминает о лицемерах. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Так говорит Спаситель не потому, что лицемеры имели трубы, но желая показать их великое безумие, этим иносказанием осмеивая и осуждая их. И хорошо назвалось лицемерами. Милостыня их имела одну только личину милостыни, а сердце их было исполнено жестокости и бесчеловечия. Они творили ее не из милосердия к ближнему, но для получения славы. Крайняя жестокость искать для себя чести и не избавлять от несчастья другого, когда он погибает от голода. Итак, Спаситель требует не того только, чтобы мы подавали милостыню, но и того, чтобы подавали ее так, как должно подавать. 217. Обличие таким образом лицемеров, и коснувшись их для того, чтобы пристыдить испушителя, Христос опять врачует душу, страждущую недугом тщеславия, и, сказав, как не должно творить милостыни, показывает, как должно творить ее. Как же должно творить? У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Здесь он опять не руки разумеет, но усиливает свою мысль. Если возможно, говорит, и себя самого не знать, если возможно вскрыть себя от самых служащих тебе рук, то постарайся об этом. Поэтому те недостаточно объясняют данные слова, которые думают, будто Спаситель повелевает в них скрываться от худых людей. Здесь он повелевает от всех скрываться. Обратите далее внимание, какая обещается награда. Упомянув о наказании ожидающим лицемеров, Спаситель показывает и ту славу, которая ожидает раздающих милостыню в тайне, чтобы и тем, и другим возбудить своих слушателей и возвести их к высокому учению. Он внушает, что Бог везде присутствует и что наши дела не ограничиваются настоящей жизнью, но что после этой жизни мы пристанем на страшное судилище, дадим отчет во всех делах своих и получим или почести, или наказание. И что тогда немалое, невеликое дело не может сокрыться, хотя бы оно во время настоящей жизни по-видимому и было сокрыто от людей. На все это Спаситель и сделал намек, когда сказал, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Воздаст, когда представит тебе великое и священное зрелище, когда то, чего теперь желаешь, даст тебе в великом обилии. Чего желаешь, ты, говорит он, не того ли, чтобы иметь кого-нибудь зрителям дел твоих. Так вот тебе, зритель, сам Бог всяческих, и даже не ангелы, не архангелы. Если же ты желаешь иметь своими зрителями и людей, то он на ближайшее время исполнит и это твое желание, и даже в величайшем избытке удовлетворит его. Если ты ныне захочешь показать себя, то можешь показаться только десяти, двадцати или ста человеком. А если стараешься скрываться ныне, то тогда сам Бог возвестит о тебе перед всею вселенную. Итак, если ты особенно желаешь того, чтобы люди видели твои добродетели, то скрой их ныне, чтобы все с большей честью увидели их тогда, когда Бог сделает их явными, откроет и возвестит перед всеми. Видящие ныне, обвинят тебя и, пожалуй, в тщеславие. А когда увидят тебя венчаемого, тогда не только не обвинят тебя, но и все удивятся тебе. Таким образом, если можешь получить от Бога величайшую награду и всех привести в удивление, для этого только потерпев малое время, то подумай, какое бы было безумие лишиться того и другого. И, прося у Бога награду за свои добрые дела, старайся показать их людям, тогда как на них взирает сам Бог. Если уж нужно показывать себя, то прежде всего нужно показывать отцу, особенно когда отец властен и увенчать, и наказать. Даже если бы Бога не наказывал за тщеславие, то и тогда, ищущему славы, неприлично было бы менять Бога на людей, заставляя их смотреть на свои дела. Кто бы был так жалок, что пренебрегший царем, спешащим видеть его блистательные подвиги, захотел быть, видимо, одними только бедными и нищими. Потому-то Спаситель повелевает нам не только не выказывать самих себя, но и стараться скрывать себя от других, а не иметь желание выказывать себя и иметь желание скрываться ни одно и то же. Поэтому Спаситель продолжает, и когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот и здесь молящихся с Отчиславием он называет лицемерами. И весьма справедливо, потому что они притворяют, будто молятся Богу, только смотрят на людей и таким образом представляют из себя не молящихся, но людей смешных. Тот, кто желает молиться, оставивший всех взирать только на того одного, который силен исполнить его прошение. Если же оставивший его, будешь блуждать по различным предметам и всюду обращать взоры свои, то отойдешь с пустыми руками, потому что ты сам захотел этого. Потому что Спаситель не сказал, что таковые не получат мзды, но что восприемлют мзду свою, то есть примут награду, но только от тех, от кого желают сами. Не Бог хочет этого, напротив, он сам желал бы от себя даровать награду, а сами они, ища награду от людей, уже недостойны получать ее от того, для кого ничего не сделали. Смотри, какое человеколюбие Божие, когда он обещает даровать награду даже из-за те блага, которых мы просим его. Итак, Иисус и в рассуждении места, и в расположении, обличивший творящих молитвы, неподобающим образом, и показав, до какой степени они смешны, предлагает лучший образ молитвы, говоря, «Войди в комнату твою». И молящимся таким образом обещает награду. 219. Что же, спросишь ты, уже ли не должно молиться в церкви? И очень даже, но только смотря по тому, с каким намерением. Бог везде смотрит на цель дел. Если и в плеть войдешь, и затворишь за собой двери, а сделаешь это на показ, то и затворенные двери не принесут тебе никакой пользы. Смотри, здесь какое точное определение употребил Спаситель, когда сказал, чтобы показаться предчеловеками, и так хотя бы ты затворил двери. Он желает, чтобы ты, прежде чем затворить их, изгнал из себя тщеславие и заключил двери сердца твоего. Быть свободным от тщеславия – дело всегда доброе, и особенно во время молитвы. Если без этого порока мы всюду блуждаем и носимся своими мыслями во время молитвы, то когда приступим к молитве, с болезнью тщеславия, тогда и сами не услышим молитв своих. Если же и мы не слышим молитвы и прошений своих, то как может умолить Бога, чтобы Он услышал нас? И однако есть люди, которые, несмотря на все такие наставления, так худо себя ведут во время молитвы, что хотя самих их и не видно было бы, они своими непристойными воплями всем дают знать о себе и как видом своим, так и криком делают самих себя смешными. Не знаешь ли, что если кто и на торжеще будет так делать и просить с воплем, то отгонит от себя того, кого просит. А когда спокойно и приличным образом станет просить, тогда скорее привлечет к себе могущего оказать ему милость. Итак, будем творить молитвы не с движениями тела и не с воплем глаза, но с благим и искренним расположением, не с шумом и гамом, не для показа, способного отогнать ближних, но со всей кротостью, сокрушением сердца и непритворными слезами. Но ты скорбишь душою и не можешь не вопиять. Напротив, сильно скорбящему и свойственно именно молиться и просить таким образом, как я сказал. Так и Моисей, когда скорбел, молился таким образом и был услышан, почему и сказал ему Бог, что ты вопьешь ко мне. Подобным образом и Анна, хотя голос не был слышен, получила все, что просила, потому что сердце ее вопияло. А Авель не только молча, но и умирая молился, и кровь его издавала глаз громче трубы. Востенай же и ты так, как этот святой, я не запрещаю. Раздери, как повелел пророк сердце твое, а не одежды. Из глубины призови Бога, из глубины, говорит Давид, воззвал к тебе Господи. Из глубины сердца твоего извлеки глаз, соделай молитву твою тайною. Не видишь ли, что и в царских чертогах возбраняется всякий шум, и бывает всюду великое молчание. Так и ты, как бы входя в царский дом, не земной, но более страшный и небесный, покажи великую благопристойность. Ты находишься в сонме ангелов, и в обществе архангелов, и поешь с серафимами. А все эти лики небесные сохраняют великое благочиние и свое таинственное сладкопение и священные песни с многим страхом воспевают царю всех Богу. Итак, соединись с ними во время молитвы и поревнуй их таинственному благочинию. Ты ведь не людям молишься, но Богу вездесущему, слышащему тебя еще прежде твоего голоса и знающему тайны сердечные. Если ты так станешь молиться, то великую получишь награду. И отец твой, говорит Спаситель, видишь и тайны, воздаст тебе явно. Не сказал дарует тебе, но воздаст тебе. Таким образом, Бог сделал себя должником твоим и тем самым опять почтил тебя великою честью. Так как он невидим, то желает, чтобы такова была и молитва твоя. Далее Христос предлагает и самые слова молитвы. А молясь не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Когда Христос говорил о милостыне, то устранял только вред, происходящий от тщеславия, а ничего более не предложил. Например, не сказал, что милостыню должно творить от праведных трудов, а не из похищенного и собранного любостяжанием, потому что это было бы отлично известно всем. Да и раньше Спаситель уже указал на это, когда именно ублажил алксущих правды. Говоря же о милостыне, о молитве, он присовокупляет еще и то, чтобы не говорить лишнего. И как там он осмеивает лицемеров, так здесь язычников, чтобы примером низких людей усцедить слушателя. Так как сравнение с отверженными людьми особенно печаливает и уязвляет человека, то Спаситель этим и предостерегает своих слушателей от тщеславия и многоглаголония во время молитвы. А под многоглаголониям, разумеет здесь пустословие, например, когда мы просим у Бога неприличного, как-то власти, славы, победы над врагами, множество богатства, словом, совсем для нас бесполезного. Не уподобляйтесь им, «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». 221. Кроме того, здесь, как мне кажется, Спаситель запрещает продолжительные молитвы. Впрочем, продолжительные не по времени, но по множеству и продолжительности слов, так как с терпением должно ожидать того, чего просим. «В молитве будьте терпеливы», говорит апостол. Притом и сам Спаситель притча о вдовце и о вдовице, которая немилосердного и жестокого судью преклонила неотступные просьбы и притчей о друге, безвременно ночью пришедшем и поднявшем содра спящего, не по дружбе, но по неотступному прошению, не иное, что заповедал, как то, что все непрестанно должны молиться ему. Впрочем, он повелел не высылать к нему молитвы, составленные из многочисленных стихов, а просто открывать ему наши прошения. На это он и указал в словах, что язычники думают многословие быть услышанными. А если он знает, скажет кто-либо, в чем мы имеем нужду, для чего же нужно молиться, не для того, чтобы указать ему свои нужды, но для того, чтобы преклонить его, чтобы через непрестанное моление соединиться с ним, чтобы смириться перед ним, чтобы вспомнить грехи свои. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, засветится имя Твое. Смотри, каким образом он тотчас ободрил слушателя и в самом начале вспомнил о всех благодеяниях Божьих. В самом деле, тот, кто называет Бога Отцом, одним этим наименованием исповедует уже и прощение грехов, и освобождение от наказания, и оправдания, и освящение, и искупление, и сыноположение, и наследие, и братство с единородным, и дарование Духа, так как не получивший всех этих благ не может назвать Бога Отцом. И так Христос двояким образом воодушевляет Своих слушателей и достоинством называемого, и величием благодеяний, которое они получили. Когда же он говорит на небесах, то этим словом не заключает Бога на небе, но отвлекает молящегося от земли и поставляет его в превыспренних странах и в горних жилищах. Далее этими словами он научает нас молиться и за всех братьев. Он не сказал «Отче мой» и же истина небесих, но «Отче наш» и тем самым повелевает возносить молитвы за весь род человеческий и никогда не иметь в виду собственных выгод, но всегда стараясь о выгодах ближнего. А таким образом и вражду уничтожает, и гордость низлагает, и зависть истребляет, и вводит любовь мать всего доброго, уничтожает неравенство дела человеческих, и показывает полное равночестие между царем и бедным, так как в делах высочайших и необходимейших мы все имеем равное участие. Действительно, какой вред от низкого родства, когда по небесному родцу мы все соединены, и никто ничего не имеет более другого, ни богатый более бедного, ни господин более раба, ни начальник более подчиненного, ни царь более воина, ни философ более варвара, ни мудрый более невежда. Бог, удостоивший всех одинаково называть себя отцом, через это всем даровал одно благородство. Итак, помянувши об этом благородстве, о высшем даре, о единстве чести и о любви между братьями, отвлекшей слушателей от земли и поставившей их на небесах, посмотрим, о чем, наконец, повелевает Иисус молиться. Конечно, и наименование Бога отцом заключает в себе достаточное учение о всякой добродетели. «Кто Бога назвал отцом и отцом общим, тот необходимо должен так жить, чтобы не оказаться недостойным этого благородства и показывать ревность равную дару». Однако спаситель этим наименованием не удовлетворился, но присовокупил и другие изречения «Досветится имя твое», говорит он. «Ничего не просит прежде славы Отца Небесного, но все почитать ниже хвалы его. Вот молитва достойная того, кто называет Бога Отцом «Досветиться», значит «Допрославиться». Бог имеет собственную славу, исполненную всякого величия и никогда неизменяемую. Но спаситель повелевает молящемуся просить, чтобы Бог славился и нашей жизнью. Об этом он и прежде сказал «Допросветится свет ваш перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». И Серафим и славе Бога так вызывает «Свят, свят, свят». Итак, «Досветиться» значит «Допрославиться». Сподобие нас, как бы так учит нас молиться спаситель. Так чисто жить, чтобы через нас все тебя славили. Перед всеми являть жизнь неукоризненной, чтобы каждый из видящих ее возносил хвалу владыки. Это есть признак совершенной мудрости. Да прийдет царствие твое. Эти слова приличны доброму сыну, который не привязывается к видимому и не почитает настоящих благ чем-либо великим, но стремится к отцу и желает будущих благ. Такая молитва происходит от доброй совести и души, свободной от всего земного. 222 Этого и Павел желает каждодневно, почему и говорил, и сами имея начаток духа воздыхаем, ожидая усыновления и избавления тела нашего. Кто имеет такую любовь, тот не может ни возгордиться среди благ этой жизни, ни отчаяться среди горестей, но как живущий на небе, свободен от той и другой крайности. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Видишь ли повелел желать будущего и стремиться к своему отечеству, но доколе этого не будет, живущие здесь должны стараться вести такую жизнь, какая свойственна небожителям. Должно желать, говорит он, неба и небесного. Впрочем, и прежде достижения неба, он повелел нам землю сделать небом и, живя на ней, так вести себя во всем, как бы мы находились на небе, и об этом молить Господа. Действительно, к достижению совершенства горних сил нам немало не препятствует то, что мы живем на земле, но можно и здесь, обитая, все делать так, как бы мы жили на небе. Итак, смысл слов Спасителя таков, как на небе совершается все беспрепятственно, и не бывает того, чтобы ангелы в одном повиновались, а в другом не повиновались, но во всем повинуется и покоряется, потому что сказано, сильные крепости, творящие Слово Его, так и нас, людей, с подоби, не в половину творить волю твою, но все исполнять, как тебе угодно. Видишь ли, Христос научил и смиряться, как показал, что добродетель зависит не от одной только нашей ревности, но и от благодати небесной, и вместе заповедил каждому из нас во время молитвы принимать на себя попечение и о вселенной. Он не сказал, да будет воля твоя во мне или в нас, но на всей земле, то есть, чтобы истребилось всякое заблуждение и насаждена была истина, чтобы изгнано была всякая злоба и возвратилась добродетель, и чтобы таким образом ничем не различалось небо от земли. Если так будет, говорит он, то дольнее ничем не будет различаться от горнего, хотя по свойству они и различны, тогда земля покажет нам других ангелов. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Что такое хлеб насущный? Повседневный. Так как Христос сказал, да будет воля твоя и на земле как на небе, а беседовал он с людьми облеченными плотью, которые подлежат необходимым законам природы и не могут иметь ангельского бесстрастия, то хотя и повелевает нам так исполнять заповеди, как и ангелы исполняют их, однако снисходит к немощи природы. И как бы так говорит, я требую от вас равно ангельской строгости жизни, впрочем, не требую бесстрастия, поскольку того не допускает природа ваша, которая имеет необходимую нужду в пище. Смотри, однако, как и в телесном, много духовного. Спаситель повелел молиться не о богатстве, не об удовольствиях, не о многоценных одеждах, не о другом чем-либо подобном, но только о хлебе, и при том о хлебе повседневном, так, чтобы нам не заботиться о завтрашнем, почему и присовокупил хлеб насущный, то есть повседневный. Даже этим словом не удовлетворился, но присовокупил свет за тем и другое, подавая нам на каждый день, чтобы нам не сокрушать себя заботой о наступающем дне. В самом деле, если ты не знаешь, увидишь ли завтрашний день, то для чего беспокоишь себя заботой о нем? Это Спаситель заповедал и далее затем в своей проповеди «Не печитесь», говорит, о завтрашнем дне. Он хочет, чтобы мы всегда были припоясаны и окрылены верою и не более уступали природе, чем сколько требует от нас необходимая нужда. Далее, так как случается грешить и после купели возрождения, то Спаситель, желая и в этом случае показать свое великое человеколюбие, повелевает нам приступать к человеколюбивому Богу с молением об оставлении грехов наших и так говорит, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Видишь ли бездну милосердия Божия, после отъятия стольких зол и после неизреченного великого дара оправдания он опять согрешающих удостаивает прощения, а что эта молитва принадлежит верным, показывает как уставы церкви, так и начало самой молитвы Господней. Непросвещенный верой не может Бога называть отцом. Если же молитва Господня принадлежит верным, если она повелевает им молиться об отпущении грехов, то явно, что и после крещения не уничтожается благодетельное употребление покаяния. Если бы Христос не хотел показать этого, то не заповедовал бы и молиться таким образом. Когда же Он упоминает о грехах и повелевает просить их прощения и научает, каким образом мы можем получить это прощение и тем самым делает для нас легким путь к получению его, то без сомнения дал этот закон молитву потому, что и сам совершенно знал и нам желал внушить, что и после крещения можно омыть грехи. Напоминанием о грехах Он унушает нам смирение, повелением отпускать другим уничтожает нас злопамятство, а обещанием за это и нам прощение утверждает в нас благие надежды и научает нас размышлять о неизреченном человеколюбии Божьем, видев любезну милосердия Божия. После отъятия стольких зол и после неизреченного великого дара оправдания Он опять согрешающих удостаивает прощения. А что эта молитва принадлежит верным показывает как уставы церкви, так и начало самой молитвы Господней. Непросвещенный верой не может Бога называть Отцом. Если же молитва Господня принадлежит верным, если она повелевает им молиться об отпущении грехов, то явно, что и после крещения не уничтожается благодетельное употребление покаяния. Если бы Христос не хотел показать этого, то не заповедал бы и молиться таким образом. Когда же Он упоминает о грехах и повелевает просить их прощения и научает, каким образом мы можем получить это прощение и тем самым делает для нас легким путь к получению его, то без сомнения дал этот закон молитву потому, что и Сам нам совершенно знал и нам желал внушить, что и после крещения можно омыть грехи. Напоминанием о грехах Он внушает нам смирение, повелением отпускать другим, уничтожает в нас злопамятство, а обещанием за это и нам прощение утверждает нас благие надежды и научает нас размышлять о неизреченном человеколюбии Божием. Особенно же достойно замечания то, что Он в каждом вышесказанном прошении упоминал о всех добродетелях, а этим последним прошением еще объемлет и злопамятство. И то, что через нас светится имя Божие, есть несомненные доказательства совершенной жизни. И то, что совершается воля Его показывает то же самое. И то, что мы называем Бога Отцом, есть признак непорочной жизни. Во всем этом уже заключается, что должно оставлять гнев на оскорбляющих нас. Однако Спаситель этим не удовлетворился, но желая показать, какое Он имеет попечение об искоренении между нами злопамятства, особо говорит об этом и после молитвы припоминает не другую какую заповедь, а заповедь о прощении, говоря, если прощаете человеком согрешение их, то простит вам и отец ваш небесный. Таким образом, это отпущение первоначально зависит от нас. И в нашей власти состоит суд, произносимый о нас. Чтобы никто из неразумных, будучи осуждаем за великое или малое преступление, не имел права жаловаться на суд. Спаситель спаситель тебя самого виновного делает судьей над самим собою. И как бы так говорит, какой ты сам произнесешь суд о себе, такой же суд и я произнесу о тебе. Если простишь своему собрату, то от меня получишь тоже благодеяние. Хотя это последнее на самом деле гораздо важнее первого. Ты прощаешь другого, потому что сам имеешь нужду в прощении. А Бог прощает, сам ни в чем не имея нужды. Ты прощаешься рабу, а Бог рабу. Ты виновен в бесчисленных грехах, а Бог безгрешен. С другой стороны, Господь показывает свое человеколюбие тем, что хотя бы Он мог и без твоего дела простить тебе все грехи, но Он хочет и в этом благодетельствовать тебе, во всем доставляет тебе случаи и побуждение кротости и человеколюбию гонит из тебя зверства, угошает в тебе гнев и всячески хочет соединить тебя с твоими членами. Что ты скажешь на это? То ли, что ты несправедливо потерпел какое-нибудь от ближнего зло. Если так, то, конечно, ближний согрешил против тебя. А если ты претерпел по правде, то это не составляет греха в нем. Но и ты приступаешь к Богу с намерением получить прощение в подобных и даже гораздо больших грехах. Притом еще прежде прощения мало ли получил ты, когда ты уже научен хранить себе человеческую душу и наставлен к ротости. Сверх того, и великая награда предстоит тебе в будущем веке, потому что тогда не потребуется от тебя отчета ни в одном грехе твоем. Итак, какого будем достойным и наказания, если и по получении таких прав оставим без внимания спасение наше? Будет ли Господь внимать нашим прошением, когда мы сами не жалеем себя там, где все в нашей власти? И не веди нас в искушение, но избави нас от пукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки аминь. Здесь спаситель явно показывает наше ничтожество и не излагает гордость, научая нас не отказываться от подвигов и произвольно не впишить к ним. Таким образом, и для нас победа будет блистательнее, и для дьявола поражение чувствительнее. Как скоро мы вовлечены в борьбу, то должны стоять мужественно, а если нет вызова к ней, то должны спокойно ожидать времени подвигов, чтобы показать себя и не тщеславными, и мужественными. Лукавым же здесь называет Христос дьявола, повелевая нам вести против него непримиримую брань, и показывая, что он таков не по природе. Зло зависит не от природы, но от свободы. А что преимущественно дьявол называется лукавым, то это по чрезвычайному множеству зла в нем находящегося, и потому что он, не будучи ничем обижен от нас, ведет против нас непримиримую брань. Потому спаситель не сказал избавь нас от лукавых, но от лукавого, и тем самым научает нас никогда не гневаться на ближних, за те оскорбления, какие мы иногда терпим от них, но всю вражду свою обращать против дьявола, как виновника всех зол. Напоминанием о враге, сделавши нас более осторожными, и пресекши всякую беспечность нашу, он воодушевляет нас далее, представляя нам того царя, под властью которого мы воинствуем, и показывает, что он могущественнее всех, ибо твое есть, говорит спаситель царства, и сила, и слава. Итак, если его царство, то не должно никого бояться, так как никто ему не сопротивляется, и никто не разделяет с ним власти. Когда спаситель сказал твое есть царство, то показывает, что и тот враг наш подчинен Богу, хотя по-видимому еще и сопротивляется по попущению Божию, и он исчезла рабов, хотя и осужденных, и отверженных, а потому и не дерзнет нападать ни на одного из рабов, не получив прежде власти свыше. И что я говорю ни на одного из рабов? Даже на свиней не дерзнул он напасть до тех пор, пока сам спаситель не повелел, ни на стада овец и коров, доколе не получил власти свыше. И сила, говорит Христос, и так, хотя бы ты весьма был немощен, однако должен дерзать, имея такого царя, который через тебя и слава во веки аминь. Десят двадцать шесть. Этот царь не только освобождает тебя от угрожающих тебе зол, но еще может делать тебя и славным, и знаменитым, как сила его велика, так и слава его неизреченна. Словом, все у него беспредельно и бесконечно. Видишь ли, как спаситель отовсюду укрепляет и ободряет подвижника. Потом, как прежде сказал я, спаситель желая показать, что он более всего отвращается и ненавидит злопамятство, и что более всего ему любезно добродетель, противоположный этому пороку, опять и после молитвы вспомнил об этой великой добродетели, их повиновению заповедь о незлобе побуждает слушателя как предстоящим наказанием, так и определенной наградой. Четырнадцатый стих. Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш небесный, а если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешение ваших. Здесь Христос опять упомянул о небесах и об Отце, для того, чтобы этим упоминанием пристыдить слушателя. Если бы, то есть он, будучи сыном такого Отца, продолжал бы оставаться жестоким и, будучи призван к небу, имел бы какое-нибудь земное и житейское мудрование. Чтобы быть сыном Божиим, для того нужна не благодать только, но и дела. А ничто так не уподобляет нас Богу, как то, когда мы прощаем людей злых, которые обижают нас. Это и прежде показал Спаситель, когда говорил, что Отец Небесный повелевает Солнцу Своему сиять на злых и Отче наш, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, подавай нам хлеб наш насущен на каждый день. Прости нам долги наши, не вели нас в искушение, избавь нас. Так повелевая нам произносить все прошения от лица многих, он тем самым заповедует не иметь следа гнева против ближнего. Итак, какого будут достойны наказания те, которые невзирая на все это, не только сами не прощают, но и Бога просят об отомщении врагам, и таким образом совершенно нарушают закон о незлобе, тогда как Бог все делает и устрояет для того, чтобы нам не враждовать между собою. Корень всякого добра есть любовь, потому-то он и уничтожает все, что может вредить любви, и всеми способами старается соединить нас между собою. Подлинно совершенно никто, ни кое-кто-либо не любит нас столько, сколько сотворивший нас Бог. Это особенно видно как из его ежедневных благодеяний, так и из повелений. Если же ты мне укажешь на болезни, печали и прочие бедствия жизни, то подумай, сколько ты оскорбляешь его каждый день, и тогда не станешь удивиться, если тебя постигнут еще больше бедствия. Напротив, ты станешь удивиться и изумляться тогда, когда тебе случится наслаждаться каким-либо благом. Теперь мы смотрим только на постигающее нас несчастье, а об оскорблениях, которым ежедневно оскорбляем Бога, не помышляем. Поэтому и скорбим. Между тем, если бы мы тщательно размышлили о грехах, и в одни только день, учиненных нами, то ясно бы увидели, насколько тяжким повинны мы наказанием, и не говоря о других грехах, каждым из нас прежде сделанных, скажу только о грехах, совершенных сегодня. Хотя мне неизвестно, в чем каждый из нас согрешил, однако грехов так много, что и не зная всего, совершенно можно указать на многие из них. Кто из вас, например, не ленился на молитве? Кто не гордился? Кто не тщеславился? Кто не сказал оскорбительного слова брату? Кто не допустил злого пожелания? Кто не посмотрел бесстыдными глазами? Кто не вспомнил о враге с возмущением духа и сердца своего не наполнил надменностью? Если находясь даже в церкви и в краткое время мы сделали преступными во стольких грехах, то каковы будем, когда выйдем отсюда? Если в пристани такие волны, то когда войдем в пучину зол, то есть выйдем на торжеще, приступим к гражданским делам и домашним заботам, тогда будем ли в силах даже и узнать самих себя? И однако Бог желает, чтобы мы освободились от столь многих и великих грехов, предложил нам путь краткий, легкий и удобный, какой в самом деле труд простить оскорбившему? Не прощение, но хранение вражды составляет труд. Напротив, освободиться от гнева и весьма легко тому, кто захочет, и это же доставляет спокойствие. 228. Не нужно переплывать в море, совершать дальние путешествия, восходить на вершины гор, тратить деньги, удручать тело, довольно только пожелать и все грехи прощены. Если же не только сам ты не прощаешь оскорбившего тебя, но и Бога умоляешь против Него, то какую будешь иметь надежду спасения, коль скоро в то время, когда должен умилостивлять Бога, оскорбляешь Его, принимая на себя вид молящегося, а между тем испуская зверские крики и бросая против себя самого стрела лукавого. Потому и Павел, упоминая о молитве, ничего так не требует, как сохранение заповеди о незлобе. Воздевайте, говорит, руки, без гнева и сомнения. Если же ты даже и в то время, когда имеешь нужду в помиловании, не оставляешь гнева, но глубоко сохраняешь в своей памяти, зная при том, что через это ты вонзаешь меч в себя самого, то когда же сможешь сделать человека любивым и извергнуть из себя пагубный яд злобы? Если ты еще не видишь, как тяжко и безрассудно молиться об отомщении врагам, если не видишь, то подумай об отношении к тому же людей, когда увидишь, как тяжко оскорбляешь ты Бога. Так, если бы к тебе, человеку, пришел кто-нибудь с просьбой о помиловании потом увидел бы врага и переставший просить тебя столбить его, то уже ли ты еще более не разгневался, зная, что тоже и у Бога бывает. Ты обращаешься с прошением к Богу и между тем, оставив молитву, начинаешь поносить врага твоего и бесчесть заповеди Божьи, вызывая Бога, повелевавшего оставлять всякий гнев против оскорбивших тебя и прося его сделать противней собственным недостаточно для наказания, что ты приступаешь к закону Бога, а ты еще и его самого умоляешь сделать тоже. Разве он забыл, что повелел? Разве он как человек сказал это? Он Бог, который все знает и желает, чтобы законы его сохранены были во всей точности и не только того, о чем просишь его, не сделает, но и тебя за то самое, что ты так говоришь, отвращается, ненавидит и подвергнет жесточайшей казни. Как ты хочешь получить от него то, от чего сам он повелевает тебе всеми силами удерживаться? Но есть люди, которые дошли до такого безумия, что не только молятся против врагов, но и детей их проклинают, и самые тела их готовы бы пожрать, если бы возможно было, или даже и пожирают. Не говори мне, что ты не вонзил зубов пришел на него, и чтобы он предан был вечному наказанию и погиб совсем домом своим. Разве это не больнее всяких угрызений, не изрительнее ли всяких стрел? Не тому научил тебя Христос. Он не велел так окровавлять уст. Таковые языки лютея уст окровавленных терзанием человеческих тел. Как же ты станешь лобызать брата? Как коснешься жертвы? Как только яда в сердце? Ведь когда ты говоришь растерзай его, разрушь дом, истреби все, и желаешь ему бесчисленных погибелей, то ты ничем не отличаешься от человека убийцы, или даже от зверя, пожирающего людей. И так перестанем страдать таким безумием. Будем оказывать оскорбившим нас благорасположение, которое заповедано нам Господом, чтобы сделаться нам подобными небесному если строго будем исследовать все беззакония наши, и внутренние, и внешние, и те, которые делаем на торжеще, и те, которые совершаем в церкви. Ведь из-за одно только непристойное поведение в этом месте мы можем оказаться достойными крайнего наказания. В самом деле, в то время, как поют псалмы пророки, песнословят апостолы, и сам Бог говорит, мы рассеиваемся по предметам внешним, производим шум разговорами о житейских делах. И для слушания законов Божьих не хотим уделить и такого внимания, какой оказывают зрители на зрелищах, когда читаются царские указы. Там, когда читаются эти указы, все стоят в безмолвии со вниманием, слушают слова и консулы, и префекты, и сенаты, народ. А если кто среди глубочайшего безмолвия вдруг закричит, то такой, как оскорбитель царского величия подвергается тяжкому наказанию. А здесь, когда читаются писания небесные, отовсюду слышен шум, хотя тот, чьи это писание гораздо выше царя земного и зрелища священнее. Не одни только люди находятся здесь, но и ангелы, притом и победные награды, возвещаемые в этих писаниях, гораздо превосходнее земных. Почему не только человеком, но и ангелом, и архангелом, словом, всем, как небожителям, так и обитающим на земле, повелевается словословить общего царя, благословить, и говорит пророк Господа все дела его подлинны, и дела его немаловажны, но превосходят всякое слово и ум, и мысль человеческую. Об этих делах его всякий день проповедуют пророки, и каждый из них различно возвещает его славу. Один говорит, зашел на высоту, принял плен, принял дары для человеков. Господь крепкий, сильный в брани, другой же говорит, крепкий, разделил добычу, для того он и пришел, чтобы пленным проповедовать свободу и слепым прозрение. Иной, воспевая победу над смертью, говорит, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Иной опять благовествуя глубочайший мир, говорит, сокрушат мечи свои, перекуют на орала и копья свои на серпы. А иной взывает к Иерусалиму, радуйся, червь Сионова, все царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на сыне подъеремны. Иной и второе пришествие его проповедует, говоря, придет Господь, которого вы ищете, и кто стерпит день пришествия его? Играйте, как тельцы от уз разрешенные. А другое вызывление опять говорит, сей Бог наш истерпетание при этих и других весьма многих вещаниях нам надежало бы трепетать и быть как бы не на земле, а мы как на торжеще производим шум и смятение и проводим все время священного собрания в разговорах о совершенно бесполезных для нас вещах. Итак, когда мы так небрежны и в малом и великом и в слушании и в деле и вне церкви и в церкви и сверх того еще молимся об отомщении врагам, то как мы можем надеяться получить спасение мы, которое к бесчисленным грехам нашим прилагаем еще новое равное всем им преступление, то есть эту беззаконную молитву. Итак, нужно ли после того удивляться, когда случится с нами какое-либо неожиданное несчастье? Не должно ли напротив удивляться, если ничего подобного не случается с нами? Первое является естественным следствием наших дел, а последнее будет непонятным и неожиданным случаем. Подлинно нельзя понять, как враги и оскорбители Божии наслаждаются и сиянием солнца, и дождями, и всеми другими благодеяниями Божиими. наслаждаются те люди, которые после духовной трапезы, после великих благодеяний, после бесчисленных наставлений, своей жестокостью превосходят зверей, восстают друг на друга и окровавляют язык свой, угрызая ближних. Итак, приняв все это в соображение, выбросим из сердца яд, разрушим вражду, станем возносить приличные нам молитвы, вместо демонского зверства воспримем ангельскую кротость. И как бы тяжко мы ни были оскорблены, представим себе собственные наши согрешения, вспомним о награде, какая ожидает нас за соблюдение этой заповеди, и умягчим гнев, укротим волны, чтобы нам настоящую жизнь пройти безмятежно, и по отшествии туда найти для себя Господа таковым, каковыми мы были к собратьям своим. Если это тяжко и страшно, то постараемся сделать легким и вожделенным, отверзнем для себя светлые двери дерзновения к Богу, и чего не могли совершать воздержанием от грехов, будем достигать кротостью к оскорбившим нас, это не тяжко и не трудно, и благодетельствию врагам своим будем предуготовлять себе самим великую милость. Таким образом, и в настоящей жизни все нас возлюбят, и прежде всех Бог нас возлюбит, и увенчает, и удостоит всех будущих благ, которые получить да сподобимся всем и благодать, и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.